Жители области приняли участие в самом массовом спортивном мероприятии зимы Лыжня России 2013. На старте нашлось место всем желающим, независимо от мастерства, возраста или гражданства. В Тамбове этот праздник проходит девятый раз и с каждым годом спортсменов становится все больше. О том, как сложилась гонка для четырех тысяч тамбовчан, узнал Дмитрий Ерофеев. Помните, что главное не победа, главное это участие. Эти слова Пьера де Кубертена были произнесены в начале прошлого века на открытии Олимпиады в Лондоне. Сегодня этот девиз объединяет тысячи тамбовских любителей спорта. Малыши дошкольных учреждений, студенты, именитые спортсмены, чиновники и даже гости с африканского континента. Это здорово, это правильно. Пусть наш замечательный спорт будет тем стержнем, который дарит радость и удовольствие нашим гражданам. Добрый путь, пусть будет сильнейший и самое главное, чтобы спорта приносила радость и счастье. В празднике, дорогие! В погоню за счастьем устремились самые младшие участники соревнований. Первый заезд, а всего их было восемь, с первых же шагов и первых взмахов лыжных палок погружал в атмосферу праздника, надышаться которой было невозможно даже после финиша. Этот день словно создан для воспитания характера, поэтому родители с большим желанием приводят сюда детей. И пока одни смотрят и растут, другие являются примером для подражания. Иван Николаевич Шлыков, спортсмен с большой буквы. Более 30 лет отработал учителем физкультуры, награжден похвальной грамотой Министерства образования и даже удостоен звания почетного работника. Но главная заслуга в другом. Его дети с двух лет ставят на лыжах и помнят едва ли не первое проведение лыжни России в Тамбове. Все зависит как дети пробегут. Если они пробегут здорово, может быть и сам стал. Сегодня дочь Лены уже взрослая, ей 18. К этому моменту она смогла стать мастером спорта по спортивному ориентированию и даже заполучила вызов в сборную команду страны. Но несмотря на богатый послужной список лыжной России для нее одно из самых любимых соревнований. Ведь именно на них она когда-то получала первое наставление от папы. Буквально вылетев со старта, Лена показала зрителям все свое мастерство. А папе словно напомнила, что благодаря ему она уже давно никого не ждет. Ждут ее на пьедестале. Эмоции. Конечно, чувство радости, гордости. Пока Лена находилась в состоянии эйфории, на дистанцию вышел ее брат. Полной решимости. Начав по краю трехкилометровый штурм, Иван пришел к финишу вторым, установив личный рекорд. Ну, пятый, это растем, второй. Благодаря тренировке и отцу. Если не отец, я столько не набьется. Ему огромное спасибо. Красавчик. Молодец. Тут все играло здоровье. Тем более на такой сыпучей лыжне. Немножко вот Ваньке повезло, что он стал в правый ряд, в самом экране, и по краешку очень здорово разогнался со старта. Ну, я тоже, как я понимаю... Да, я ему подсказал, да. Отлично. В завершении мероприятия участников ожидало красочное награждение. Помимо победителей забега, в подарки ждали самого старшего спортсмена, а также самого юного, которому едва исполнилось пять лет. Дмитрий Ерофеев, Михаил Трофимов, Александр Кобзарев. Область новостей.